Ректоры вузов Югры съехались в Сургут обсудить кадровые проблемы. В расширенном заседании принимают участие директоры профессиональных образовательных организаций региона и ректоры всех югорских университетов. На повестке дня четыре вопроса и все они касаются педагогического образования. Так планируется увеличить прием в университеты абитуриентов по целевым программам, которые гарантируют трудоустройство молодого специалиста в школу. А педагогов предлагают искать среди восьмиклассников. Профориентационная работа в этом направлении в данный момент ведется с 10 класса, однако чем раньше, тем лучше считают ректоры. Помимо этого обсудят и переподготовку школьных учителей и педагогов высших учебных заведений. Переподготовка чрезвычайно важная. Сейчас этому вниманию очень много уделяется, выделяются большие средства на это. И надо, чтобы учитель прошел не просто формально эту переподготовку в наших вузах или где-то в других вузах, но прошел с такой пользой, чтобы дальше он мог уже работать не просто в школе, а в современной школе, которая требует от него большей отдачи. Егорских мигрантов обяжут привиться против кори. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, иностранных граждан, которые по каким-то причинам не поставили прививку от заболевания, должны это сделать в ближайшее время. Отмечу, что подчищающая иммунизация стартовала в округе с 3 апреля и завершится в конце года. В первую очередь прививку ставят детям в возрасте до 6 лет и взрослым, которые не были привиты в детстве и не перенесшие заболевания до 35 лет. Также иммунизацию обязательно должны пройти отдельные группы югорчан. Это медики, вахтовики, педагоги и госслужащие. Роспотребнадзор предупреждает, что игнорирование иммунизации против кори чревато последствиями, так как сама болезнь очень заразна, а осложнения от нее смертельны. В этом году в три раза увеличат количество вакцин против бешенства для диких животных. Об этом рассказали в ветеринарной службе Югры. Речь идет о так называемых оральных вакцинах. Это небольшие кусочки лакомства, привлекательного в первую очередь для плотоядных диких зверей. Лисиц, енотовидных собак, волков и так далее. Ломтики раскладывают в лесу, где звери их едят, а вместе с лакомством в организм попадает вакцина. В этом году в лесу оставят 300 тысяч таких доз. Такое увеличение связано с ростом количества подтвержденных случаев бешенства. С начала года их зафиксировали уже пять. По одному в Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе и сразу три в Нягоне. В прошлом году таких случаев было только два. Вместе с тем ветеринары призывают владельцев домашних животных озаботиться вакцинации и ревакцинации своих питомцев. Отмечу, что прививку от бешенства в Югре делают бесплатно. Ее действие рассчитано на год. Кроме того, ветеринары ежегодно идут навстречу владельцам животных, которые не могут привезти питомцев на прививку. Мы точно так же пойдем и по дачам. Вот в прошлом году 3000 собак были привиты от бешенства именно в рамках этой акции. Конечно, мы продолжим эту работу, потому что, еще раз говорю, задача ветеринарной службы в первую очередь – это обеспечение эпизотического благополучия. И мы должны стоять барьером и не давать распространению болезней, которые общие для человека и животных. Продолжение следует...